У нас сегодня на очереди недельная глава НОГ. Как мы во время разбора прошлой главы заметили, что началась она очень хорошо. Тофмиот, когда всё было закончено, творение закончилось. Очень печально. Сказалось, что сотру человека, которого создал я, с лица земли. От человека до скота, до пресмыкающегося, это птица небесная, потому что пожалел я, что сделал их. Непонятно, за что страдают животные, но чуть дальше мы об этом ещё поговорим. Ну и последняя посуда предыдущей главы. И НОГ нашёл милость в глазах Ашема. Здесь пока что милость, скорее всего, в глазах Ашема не заслужена. Просто вот, ну, понравился Ашем. Дальше будет уже объяснено, почему. Теперь мы переходим к нашей главе. Ну, ещё там пару слов я скажу. Напомню, как во время обсуждения прошлой главы мы разговаривали о том, как первых людей изгнали из Эдинского сада. Ну и я рассказал, что существует такое мнение, что это вынужденная мера, потому что первый человек обладал очень большим влиянием на окружающий мир. Что мы точно знаем из Пшата, что даже растения начали расти после того, как Адам попросил Всевышнего о дожди. Можем вернуться к этому пасюку. И всякого куста полевого ещё не было на земле, никакая трава полевая ещё не выросла, потому что не пролил Ашем Элаим дождя на землю, а человека нет, чтобы обрабатывать землю. Человек был нужен даже для того, чтобы пошёл. Это показывает, насколько первый человек был интегрирован в окружающий мир и насколько он мог на него влиять. Когда первого человека пришлось убрать из Эдинского сада, чтобы он не разрушил весь мир, первый раз мир загрубился для человека. То, что было доступно первому человеку до его промаха, уже было недоступно после того, как он покинул сам. Но этот мир был не похож на наш. По-прежнему у человека была возможность воздействовать на окружающий мир, который мы даже не можем понять. Мы разбирали также, как после промаха первого человека было падение всего человечества, от протоубийства до убийства как нормы и до полного падения нравов и всего другого. Вот мы сейчас с этого и начнём. Мы, как всегда, будем читать, а потом, когда что-нибудь будет интересное, мы будем останавливаться и разбираться. Начинаем нашу недельную главу. Это родословная Ноах. Ноах был нужен праведным, непорочным в поколениях своих. Селоим ходил в Ноах. Ну, в этом случае здесь, как бы, обычно, когда говорят то есть родословная чья-то. То есть здесь действительно ожидаешь увидеть родословную предков, его потомков, но, к сожалению, здесь нету ничего. В этом случае родословная уже немножко не так... Даже его папа Лемик не упомянул. Здесь, как бы, из родословного Ноаха Ноаха. То есть Ноах был спасён только благодаря собственным заслугам. И это так понятно. Ну, ещё там я сегодня немножко рылся в Талмуде по этому поводу и нарыл то, что обычно говорят, что два раза, значит, что-то переменится очень сильно в мире от этого человека. Ну, вот, есть мнение мудрецов Тора, которые говорили, что он получил место в будущем мире, поэтому здесь один раз в нашем мире, один раз в будущем мире. Ну, и были возражения, конечно, и некоторые говорили тогда там. Он упомянут два раза, потому что он один раз был в подобном мире и один раз после потока. Это необычно. Ну, и потом у нас, опять же, был мужем праведным, непорочным поколением к своих, с его им ходил новым. Очень интересно. Ну, мы сейчас обратимся немножко к Талмуду, потому что у нас некоторые вещи непонятны. Значит, первое... Что значит мужем праведным, непорочным в поколениях своих. Здесь специально указано, что он был праведным и непорочным в поколениях своих. В поколениях своих. Ну, идет разговор, был он вообще праведным и непорочным, или же он был праведным и непорочным только в поколениях своих по сравнению с теми людьми, которые вообще уже упали. Ну, скажем так, что существует два мнения. Первое мнение, что он был непорочным только в своем поколении. Это значит, что он отличался от окружающих его людей. И значит, что в поколении Авраама он не был бы каким-то праведником. То есть, он бы не был цадиком. Вот просто у нас здесь цадик. Пишется цадик та мим. Цельным. Ну, в своих поколениях. Ну, другие не согласны, говорят, что он просто был праведным цадик, потому что сравнивали так. Вот представьте себе, значит, кувшинчик с благовониями с протертой крышкой, да? И вот представьте, что этот кувшинчик с благовониями помещен на кладбище. Сравнивается этот потопный мир с кладбищем. Типа того, что его запах приятен, он даже перебивает запах от трубы, да? И представьте, что если этот кувшинчик попал в другое место, где нет этой тумы, где нет запаха смерти, насколько его благовония будет еще секрет. Ну, как бы, есть и такое мнение, и такое. Так как это не касается никакой Аллахи, то и то мнение правильное. Правильное, то есть, можно сказать и так, и это, и оба этих мнения правильные. Мы можем выбрать то, что нам понравилось. Ну, в любом случае, мы видим, что он был Талим непорочным, цадик в поколениях своих, и с Аллахим ходил Но. Если, допустим, Авраам ходил перед Аллахим, то Но ходил с Аллахим. То есть, есть такое объяснение, что он делал все, что было необходимым для того, чтобы быть хорошим человеком. Но не было. Это все увидим чуть дальше. И родил вновь трех сыновей, Шема, Хама и Ефель. Это вы уже, как бы, тот, своего же сыновей мы уже, как бы, узнали. И извратилась земля перед Аллахим, и наполнилась земля грабежом. Ну, значит, здесь очень интересная вещь. Еще посмотрим. Комментарий. Извратилась земля перед Элоим. Что это значит? И наполнилась земля грабежом. То есть, Рафа Леком просто перевел Хамас как грабеж. Как грабеж, да? Некоторые переводят это как злодеяние. Здесь просто, кстати, интересная аллюзия. В Лестиме есть организация, которая называется Хамас. Но в иврите Хамас это нехорошее слово совершение. Теперь мы посмотрим, что у нас. Здесь немножко другой перевод, Груфинкина. И извратилась земля перед Богом. Это совпадает. И наполнилась земля критой. Ну, грабежом, злодеянием. Ну, в общем, чем-то нехорошее. Хамас. Значит, Раша объясняет это так. Извратилась означает распутство и долопоклонство. Извратилась всякая... Ну, мы сейчас... Он отсылает к Сангедре, но мы немножко поглубимся. Только не помню, где это было. Ну, во-первых, мы сразу увидим, что все мудрецы Талмуда единогласно говорят, что поколение потопа не имеет части в будущем мире. То есть говорится, что их не будут касаться они воскрешения, мертвых, возвращения до души. То есть однозначно они вычеркнуты полностью. Здесь сравнивается с Сангедрин 108, сторона А. Так... У кого нету места в будущем мире, нету места у поколения потопа, нету места у поколения лакалонской башни, нету места в будущем мире у поколения пустыни, нету места у разведчиков, как мы помним, которые разведывали к нам. То есть это очень серьезно. И еще у собрания Кораха в этом месте в будущем мире, за исключением у сыновей, которые в последний момент принесли шоу, сделали вот нашли это место. Извратилась земля перед Элои. И увидел Элоим землю, вот развращена, потому что извратилась всякая плодь, пульс свой на земле. Всякая плодь, не только человек. Ну и здесь, извините, я немножко прочитаю из Талмуда, насколько глубоко было падение морально, как насколько извратилась всякая плодь. Раби Йоханам говорит, это учит нас, что люди, ну здесь уже с немножко комментариями, что люди поколения потопа скрещивали домашних животных, самцов домашних животных с самками недомашних животных. Из самцов недомашних животных с самками домашних животных. И все мужские животные скрещивались с человеческими женщинами, и мужские и самцы скрещивались со всеми женскими животными. Ну и, ну, короче, вы понимаете степень морального извращения, что даже животные потеряли свой путь обычный. Ну, мы можем с большой уверенностью сказать, что это было последствия падения человечества. Вот это вот то влияние, о котором мы говорили в начале, что человек продолжал оказывать влияние на окружающий мир. То есть эти животные явно не сами решили так себя вести, это, видимо, было бы вот это вот влияние человека на окружающий мир. А теперь интересный поступок следующий. «И сказал Элоим Ноаку, конец всякой плоти прошел предо мной, потому что наполнилась земля грабежом из-за них. И вот я уничтожаю их землей». Еще раз. Все. Предыдущий поступок. Мы должны почувствовать разность. «И увидел Элоим землю, и вот развращена, потому что извратила всякая плот, путь свой на земле». Еще предыдущий поступок. «И извратилась земля перед Элоим, и наполнилась земля грабежом». Мы заполнили грабеж, да? «И извратилась всякая плот, да?» Что говорит Элоим Ноаку? «Конец всякой плоти пришел предо мной, потому что наполнилась земля грабежом из-за них. И вот и уничтожая их вместе с землей». Здесь мы можем так осторожно попытаться сделать пару выводов. Ну, этот… Я думаю, что земля наполнилась грабежом из-за человека, естественно. И второе. Значит, «Конец плоти прошел из-за грабежа». То есть, хотя земля развращена, но приговор был вынесен из-за грабежа. Это так же, как вот с Дом и Амора, мы потом к этому придем, что приговор был вынесен совсем не за то, что часто говорят. Так и здесь вот, несмотря на то, что всякая плоть извратилась, как мы слышали только что из Талмуда, тем не менее, все-таки приговор был вынесен именно из-за Хамаса, из-за грабежа, да? Да. Ну, я сейчас немножко прочитаю. Пару комментариев по этому поводу. Медра шмот раба. Да немножко даже не вемидбар раба, а шмот раба. Потому что часто Ио вспоминает, когда рассуждает о поколении потопа. Так говорил Ио. «Хоть нет злодеяния на руках моих, молитва моя чиста». Разве бывает нечистая молитва? Но всякое, у кого руки загрязнены грабежом, он взывает к святому благословен, и тот не отвечает. Почему? Потому что молитва Его нечиста, как сказано. И сказал Бог Нового, «Конец всякой плоти Настал передо мной, ибо наполнилась земля злодеяниями за Ним. Но Его, в которой трудился, и который не грабил, Его молитва была чиста». Видите, насколько тяжело весит Хамас, это злодеяние, кривда, грабеж, как его ни переводи, что он полностью искажает человека, и молитвы его тоже уже не доходит. «Иди и смотри, почему сказал святой благословен Он Нового, чтобы тот делал ковчег. Чтобы вы видели, как Он сидит и трудится, и рассказывает. Ведь раз вы не мог, Всевышний, спасти Нового одним своим словом, или поднять Его на небо, и когда Он сказал, сделай себе ковчег из дерева гофер, зачем это? Но сказал святой благословен Он, «Если я скажу ему, сделай себе ковчег из дерева гофер, и он будет стоять и трудиться, рубить кедры, а они соберутся вокруг него и спажут. Нового, что это ты делаешь?» Он ответит, «Ковчег, ибо сказал мне святой благословен Он, что приводит он на землю потоп. Это услышат они и расхваятся». Так считал святой благословен Он, но они не обратили внимания на Нового». Как видим, у поколения потопа даже, ну согласно по крайней мере Медрашата Танхума, была возможность сделать чудо в последнем уровне. Хотя Нового строго выполнял, что ему говорил Всевышний, но он даже не пытался спасти свое поколение. За это ставят. Даже не попытался. Но в то же время он был использован Всевышним, согласно по крайней мере, Медрашу как инструмент для того, чтобы попытаться все-таки спасти все поколения. И вот как раз мы на этой картинке видим иллюстрацию к этому Медрашуу, как собрались люди поколения потопа, и все смеются над Новохом, который занимается черт знает чем, строит корабль на сухом месте. Но тем не менее, вот у нас из-за этого ихнего Хамаса уничтожается земля. И сказал Всевышний, сделай себе ковчег из дерева гофра, делениями сделай ковчег и осмоли его изнутри и снаружи снова. И вот как сделаешь его, 300 локтей, длина ковчега, 50 локтей ширина его, 30 локтей высота. Окно сделай в ковчеге и в локоть сведи его наверху, и дверь ковчега сделай сбоку, нижними вторыми, тридцами сделай. Ну что мы здесь понимаем? Мы понимаем для начала, что у ковчега было три палубы, первая, вторая, третья. И приблизительно понимаем, какая была его длина, но мы не знаем этого размера на самом деле, как и с днями, когда не было еще светил. Мы не знаем, сколько продолжался день, так и здесь мы не знаем размера локтей. У нас очень мало информации о допотопном времени, вообще его нет. Даже мы этих людей не встретим и в будущем мире, если мы там сами оказываемся, потому что они вычеркнуты полностью, их локоть, мы не можем сказать какого-либо размера. Сейчас, мы пришли к чему. Окно сделай в ковчеге. Ну вот, окно, очень интересное цуар, такого слова, как это не окно в современном ибрите, и явно это что-то, что дает свет. Мы сейчас прочитаем из книги «Перешит раба» обсуждение вот этого цаара. Раби Хани и Раби Кенхас, Раби Ханан и Раби Гоша не объясняют. Раби Абабар Кагана и Раби Леви объясняют. Раби Абабар Кагана сказал окно, Раби Леви сказал драгоценный камень, «Перешит раба» Ну, здесь же понятно, что как мы наверное слышали из других «Медрошей», мы сейчас прочтем прямо в шате, что во время Магуля потопа светило не не работали. Вопрос, если сделаешь себе окно, что тебе туда будет светить, если светил не было. Ну, допустим, там в одни были облака, примерно, и они были такие темные, что особо не было видно дня и ночи. Хорошо. Что ты увидишь в окно? Только темноту. Поэтому некоторые мудрецы считали, что этот цуар это на самом деле какой-то специальный драгоценный камень, который светился в темноте. Раби Пинхас от имени Раби Лили сказал, все 12 месяцев, которые Иноак провел в ковчеге, не нуждался он ни в солнечном свете днем, ни в лунном свете ночью, ибо был у него драгоценный камень. И Нох подбешивал его. Когда камень был тучным, знал, что это день. Когда же он был блестящим, знал, что это ночь. Сказал Раби Лили. Мы спаслись от Гота в пещере Тибири и были у нас свечи. Когда они были тучными, мы знали, что это день. Когда же они блестили, мы знали, что это ночь. Это уже про Гота в последнее, это видно уже из времен войн римлян в Святой Земле, потому что Готы были частью армии. Интересно запомнить, что этот суар это не обязательно окно, не обязательно это иллюминатор или отверстие, это по некоторым толкованиям от драгоценника. А я привожу потоп воды на Землю, уничтожить всякую плоть, в которой дух жизни поднимал. Все, что на Земле погиб. И установлю союз мой с тобой, и войдешь в ковчег, ты и сыновья твои, и жена твоя, и жена сыновей твоих с тобой. Из его живого сей плоти подвайся их приведи в ковчег, чтобы оставить живых с тобой, сам если сам ковчег. из птицы породой и скота породой его, из его ползающего по земле породой его, подвайся к тебе, чтобы оставить живых. А ты возьми себе всякую пищу, которую едят, а собери к себе, и будет тебе им для сделать новых, все, как приказал ему лагин, так и сделал. Что мы из этого видим? Во-первых, мы видим, что потоп наступил не сразу. Чтобы построить такое массивное судно, посмотрим, как его изображают, чтобы построить такое массивное судно, требовалось достаточное количество времени. Кстати, не совсем. Кстати, в этом никакого апна нету, в этом изображении, да, никакого цуара нету. Вот оно все, все только с боковой двери. И второе, что здесь тоже по разным толкованиям, и в локоть сведи его наверху. То есть имеется в виду, что там как пирамида должна была быть наверху со шириной локоть. То ли вот это вот один локоть, то ли здесь не сводится. Короче, мы не знаем, но здесь такое как чех. ну еще на эту же тему продолжение предыдущей, что поколения потопа спрашивают у новых, чем он занят, очень веселятся его занятки по этой ровной. локоть. что мы уже здесь услышали, что дно получает от Всевышнего приказ построить ковчег, осмолить его изнутри и снаружи смолой, чтобы он не протыкал из дерева разговариваем о допотопных временах. Знаем его измерения в допотопных локтях, которых мы не знаем. здесь еще интересно, Рап Левен проводит для тех, кто любит считать гематрию, он проводит связь между именем Всевышнего и размером ковчег. Как сделаешь 300 локтей длина ковчега, 50 локтей ширина его, 30 локтей высота. 30 50 на 30. А гематрия имени Всевышнего Юдхе и Вавхе численное значение букв 10 5 6 5 10 умножить на 5 умножить на 6 это получается 300 это длина получается 10 на 5 это первые две буквы это получается 50 ширина 2 последние буквы 6 умножить на 5 30 это получается высота и таким образом здесь каббалистами выводится связь между размерами ковчега и имени Всевышнего это не просто так реальных размеров мы конечно не знаем мы же видим что много получают приказания взять с собой не только свою семью а взять еще и живую и сказала шам но заходи ты весь дом твой в ковчег потому что тебя увидел я праведником перед собой в поколении из всего скота чистого возьми себе 7 7 и жена из скота которые нечист двое муж и жена то есть самец и самец значит 7 пар чистых 7 пар нечистых это уже известно здесь возникает вопрос получается все-таки какие-то понятия о чистом нечистом животном были еще даже у допотопного поколения потому что здесь сильно в теорию кашиута никто не вникал помните что были описания чистых и нечистых животных но они были даны гораздо позднее поколение потопа видимо было это так же и птица небесная 7 7 совместная самка оживит семя на лице всей земли потому что еще через 7 дней я проливаю дождь на землю 40 дней и 40 ночей и сотру я все существующее которое сделаю я спасаю землю но как вы понимаете здесь есть немножко делайте нам монтаж потому что по традиции считается что между тем как мы это увидим между тем как Ног получил это указание построить ковчег и когда построил ковчег он мог зайти пошло достаточно много времени более сотни лет даже дольше чтобы выросли эти кем из которых он делал гофер и сделал Ног как все что приказало ему ошибки Ног был 600 лет и потом был водой на земле попробуем ковчег мы можем высчитывать но мы не будем этим заниматься факт тот что это не 40 дней прошло за 40 дней такой ковчег и не построишь здесь можно высчитывать по возрасту Ног мы знаем точно что ему было 600 лет на тот момент когда он зашел ковчег и зашел Ноох и сыновья его и жена его и жена сыновей его с ним ковчег отводил поток из скота чистого и скота которая нечистая из всего что ползает на земле двое-двое вошли к Нооху в ковчег самец и самка как приказала врагим Нооху и было через 7 дней и воды потопа были на земле 600-й год жизни Нооха вместе с того 18-й день месяца в день этот вскрылись источники бездны великие и отверстия небесные открылись И был дождь на земле 40 дней и 40 ночей Вода поступала со всех мест возможных А что говорит нам Раша по этому поводу насчет дождя «Был дождь на земле 40 дней 40 дней и 40 ночей начинается дождь потом превращается в молдюк Седлораши считают что даже поколение потопа было возможно даже раскаяться в этом нет В самый день отменено через которые все вошли и двери закрыли Ковчег отплывал хотя он стоит на сушку и был потоп 40 дней на земле и умножились воды и понесли Ковчег и поднялся над землей он действительно стартовал с сухого места до этого и усилились воды и умножились очень на земле и пошел Ковчег по поверхности воды и воды усиливались очень-очень на земле и покрылись все горы высокие которые под всем небом 15 локтей сверху усилились водой и покрылись горы как вы понимаете если были великаны то они рассчитывали что их это не коснется 15 локтей над верхушками самых высоких гор поднялся Мабуль потом 15 локтей из этого делаем вывод что в великанах были менее 15 локтей еще некоторые говорят что вода еще и кипятком и погибла всякая плоть ползающая по земле из птицы из скота и зверя из всего кишащего которое кишит на земле и всякой человек все у которых дыхание духа жизни в мозрях из всего что на суше умерло и стер все существующее которое на лице земли от человека до скота до ползающего до птицы небесной стерли с земли и остался только ноги которые с ним ковчили усиливали своды на земле 50 и 100 дней то есть 40 то есть 50 и 100 это 190 да в общем вспомнил Элоим Ноха то есть всякое животное весь ход который с ним в ковчеге прорывал Элоим ветер по земле успокоились воды Ну здесь я должен сказать здесь как-то это звучит в переводе в шате как-то немножко несерьезно как будто бы Всевышний устроил этот набуль и забыл а потом типа ой у вас молоко убегает у меня же там ног ковчели но это не совсем так это вспоминает Всевышний когда к нему прощается с определенного духовного украста так же он вспомнил евреев в Египте часто он вспоминает но это не потому что он заплывал а потому что эти люди достигают определенного духовного уровня когда они имеют право обратиться к Всевышнему иначе ты живешь как растения или живот живешь и живешь по законам предыдущих и даже мы видим что здесь даже Элоим так есть судья провел Элоим ветер по земле успокоились воды перекрылись источники бездны окна небесные перестал дождь снег и вернулись воды с земли и дяи убивали воды по окончанию 150 и 100 дней становился ковчег месяца седьмого семнадцатый день месяца на горах Арарат звучит это так как гора Арарат которая в Турции которая находится в Турции пишется так же Арарат за гора я не рисую сказать что это совпадает с нынешней горой а воды все шли и убывали до десятого месяца в десятом первом месяце в первом числе месяце показали совершенный год и было по окончанию сорока дней открыл окно ковчега которое сделал вот здесь он открыл халон не цуар а халон обычное окно то есть указанием было установить цуар с окошного тоже халон он тоже иллюминат сделал он сам и послал ворон и вышел выходя и возвращаясь до осушения воды из земли ну короче ворон полетел и вернулся ничего не понятно и послал голубицу от себя посмотреть понизились ли воды с лица земли и не нашла голубица покоя для ступни ноги своей и возвратилась к нему в ковчег потому что вода на лице всей земли и протянул руку взял ее и внес ее к себе в ковчег и подождал еще 7 дней других и снова послал голубицу из ковчег и пришла к нему голубица к вечеру и вот сорванный лист оли у нее в ковчег и знал что понизились воды земли и подождал еще 7 дней других и послал голубицу и больше она к нему не возвратилась и было в 601 год в 1 месяце с 1 числа высохли воды земли что за 601 давайте разберемся 601 год откуда считал самое логичное объяснение повернулся немножко назад 600 год жизни новых месяц второй и было в 601 год в 1 месяц как мы видим потоп продолжался год с жизнью новых это 601 год это с рождения и снял новых крышку ковчега и увидел и вот высохло лицо земли и в месяц 2 и 27 числа месяца высохла земля запоминаю в месяц 2 и 27 числа месяца высохла земля когда вновь вошел ковчег в 600 год жизни новых в месяц второй в 17 день месяца на 10 дней один год и 10 дней продолжался потому что он в 17 день месяца в месяц второй вошел в месяц 27 числа когда высохла земля он начал уже поднижаться и говорил Элаим Ноху трое трое жен сыновей так они раздель мальчики одели девочки одели а выходили выйди из ковчега ты и жена твоя сыновья твои жены сыновей твоих смешанная компания опять можно заниматься тем чем нельзя было в ковче всякое животное которое с тобой из всякой плоти из птицы скатаясь из-за всего ползающего по земле выведи с собой и пусть кишат на земле и плодятся и продолжаются на земле и вышел новых и сыновья его и жена и жена сыновей его с ним всякое животное все ползающие всякая птица все движущиеся по земле по семействам своим вышли из ковчега и построил новых жертвенника шим и взял он из всякого скота чистого и всякой птицы чистой и поднял полотно жертвенник и обонял шим благоухание и сказал шим в сердце своем не буду более проклинать землю из-за человека потому что склонность сердца человека зло с юности его и не буду больше поражать все живущие как сделал я в 30 дни земли сев и жатва и холод и тепло и лето и зима и день и ночь не прекратятся ну вроде здесь все это как это все же радостно но я обращаю внимание как я это понимаю не буду больше поражать все живущие как сделал я не буду более проклинать землю из-за человека это больше это земле надо радоваться из-за человека в 30 дни земли сев и жатвы и холод и лето и зима и день и ночь не прекратятся ни земли ни человека и И благословил Вала Еноха, и сыновей Вееву, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Благословил и сказал, ибо из них страх перед вами будет на всяком животном земли и на всякой птице небесной. Во всем, что движется по земле и во всяких рыбах морских, руки вашего не дали. Все движущееся, которое живое, вам будет пищей, как зелень травяную дала я вам все. Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Отлично. Ну вот мы подошли к тому моменту, когда заключается союз с Ноухом и с его сыновьями. Здесь у нас большое изменение по сравнению с прошлой главой. Если мы вернемся на шаг назад, вернемся к главу Горюшит, 1.29. И сказал Илоим, вот, я дал вам всякую траву семеносную, которая на всей земле, и всякое дерево, в котором плод дерева семеносный, вам будет в пищу. А снова у Ноуха другие инструкции. Все движущееся, которое живое, вам будет в пищу. И как зелень травяную, дал я вам ее. Все. То есть дал я вам все. Из этого мы видим, что здесь разрешение кушать животное, не только траву. Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Ну, здесь мы приходим к запрету для сынов Ноуха, есть часть тела от живого животного. Есть много споров в Академии мудрецов Торы о законах Сыновей Ноуха. Но мы знаем, что семь законов Сыновей Ноуха выводятся отсюда. Примерно некоторые выводят из других мест. Давайте посмотрим. Пронесет семь законов, а потом пахнет. Эх, семь. Запрет и долопоклонство верам единого Бога. Запрет богохульства, почитания Бога. Ну, это очень часто связано. Если с Богом ты заключаешь союз, то, в принципе, если тебе сразу запрет поклонения с другими Богами, использовать его имя для проклятия, для богохульства. Запрет убийства, мы к этому сейчас пройдем. Запрет пролюбого деяния, запрет воровства, запрет употребления в пищу плоти отрезанного живого животного, вложения к живым существам. И создать справедливую жизнь и мужество. Ну, шестой запрет мы видим сразу. Только плоти с душой ее, с кровью ее не есть. Это мы сразу видим. А вот насчет отношений между людьми. Только кровь вашу, душ вашу взыщу. С каждого животного взыщу. И от руки человека, от руки брата его взыщу за душу человека. Ну, следующий посудка еще. Проливающий кровь человека, человеком прольется кровь его, потому что по образу Илаим сделал человек. Хорошо. Значит, здесь две вещи, ничего не остается безнаказанное. Каждый получает свое. Но здесь есть два вида наказания. Первый – это кровь ваша, душ ваша взыщу. С каждого человека. С каждого животного взыщу, от руки человека. Короче, здесь это очень такая обширная визь. За счет этого взыскания. На эти два посуда существуют очень интересные коментарии. Мы сейчас их почитаем. Значит, 9-5. Этот отрывок требует разъяснения также в аспекте социального. На первый взгляд, первую фразу его… Здесь немножко трогать перевод. «И однако кровь вашу, душу вашу буду взыскивать. За счет…» Можно понять, как общее положение, а следующие два – как детализация, где возможности пролития крови или зверям, или другим человекам. Именно так интерпретируют этот отрывок раби Авраам и Эзра. «Я разрешил вам проливать кровь любого животного, кроме вашей. Это общее положение». А затем Тора разъясняет с человеком. Если несколько человек убьют одного, или один человек убьет другого, я взыщу это плохо. Так же взыщу я со всякого зверя. То есть прикажу другому зверю его убить. «Потому что вам разрешают убивать животных, но не им вас». Однако с этой точки зрения остаётся не совсем ясно, какую роль играют слова «з брата убившего брата». Можно, конечно, посчитать их повторением с целью усиления, как это видит Шаддак. Это ещё разъясняет решение. «З брата» – это как бы на скобках только для того, чтобы усилить запресс, сделать его более энергичным. С одного человека взащить жизнь другого, с того, кто был его братом. То есть таким же человеком, как он, и не пожалел его. Однако совсем не так понимает этот отрывок наши мудрецы, и идущие по их следам Раши. Для них каждая фраза в нём – новый пункт закона, в котором совершенно отсутствуют чисто литературные, эмфатические выражения, патетика или повторение с целью усиления. Вот как интерпретирует её Раши. «И однако кровь ваша. Хотя я разрешил вам любить животных, кровь вашу буду взыскивать. Человека, убившего самого себя, пролившего собственную кровь». Задумайтесь ещё раз. В этом по сути сказано, что самоубийца защит Бог этот мир. «Души вашей, так же задушившего самого себя, несмотря на то, что кровь его не провелась наружу, со всякого зверя. Поскольку поколение потопа совершило столько грехов, что Всевышний отдал им расстрязание диким зверям, дав им власть над ним, теперь стало нужным предосверечь зверей от убийства человека. Из человека с того, кто злоумысленно убивает другого человека, но нет этому свидетелей. Из человека с браком, от того, кто любил убитого как брата, и убил его ничем. Я тоже разрешу, если он не уйдёт из знаний, и попытается получить причинение за свобода. Потому что нечаянное убийство тоже требует искупления, если нет свидетелей, чтобы на основании показаний обязать убийцу уйти визнание, а он сам не подчиняется, Всевышний взыскивает с него. Опять же, за что? Это суд Всевышний, это не суд человеческий. И всё-таки при любом подходе к нашему отрывку и поэтическому, и юридическому ясно, что то наказание, о котором здесь говорится, это наказание, осуществляя самим Всевышним. Это и есть смысл слова «взащуп», повторенного в нём. Однако дальше Тора говорит уже о другом. Когда убийцу, наказываясь за Моисю, проливающего кровь человека, человеком его собственная кровь будет пролетать, ибо по божественному образу создал Бог человек. Но кто же этот человек, факт создания которого по божественному образу является мотивировкой и обязанностью судить человека? В этом вопросе мнение комментаторов резко расходится. Одна из точек зрения такова, имеется в виду самоубийца. Человек получает свою жизнь от Всевышнего, и поэтому не имеет права распоряжаться её как собственным достоянием. Человек обязан быть как бы сотрудником Всевышнего в деле создания мира. Убийца изменяет этому своему предназначению. Вместо того, чтобы строить, он разрушает. Где же его собственная божественная область? Именно так говорит Радак в одном из своих двух комментариев. Человек не имел права погубить даже ничтожнейшего из своих собратьев до тех пор, пока не повелел Бог на Ох. Даже относительно растений, которые куда менее значительны, нежели животных, нужно было особое повеление Бога, чтобы разрешить их использовать Адаму и Хару. Как сказано, «Бережит, вот я даю вам траву». То есть это, если бы до этого момента первые люди взяли траву, это было бы воровство. И также приказал Бог проливать кровь человека, совершившего грех. Такой грех, за который совершившие его заслуживают смерти, потому что он уже погубил свой божественный образ, приступив к заповедь Бога. И всё-таки Радак и другие комментаторы, следующее за ним, допускают иную трактовку. что слова «человек, созданные по божественному образу», относятся также и к убитым. В чём суть причины, по которой убийца наказывается след? В том, что он просверл свою руку и проливил кровь того, кто создан по божественному образу. Ну, и Хисхуни считают, что здесь по божественному образу имеется в виду шуток. Таким образом, мы видим здесь очень интересный завет с Ноухом и его потомством, очень содержательным. И ещё раз повторяется, «А вы плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, размножайтесь над ней». И сказал Элаим Ноух, и сыновьям его с ним, говоря, «А я вот устанавливаю сиюзь мой с вами и с потомством вашим за вами. И со всякой душой живой, которая с вами, и с птицей, и с кота, и изо всех животных земли с вами, и изо всех вышедших, и изо всех ковчейков по всем животным земли. И остановлю я союзь мой с вами и не истребится всякая плоть более водами потопа. Не будет более потопа покупать землю». То есть мамуля больше не будет. Это некоторые воспринимают так, что вообще никогда уже никаких наказаний человеку не будет, но я обращу внимание, что не будет Мабуля. Такой особый поток, который был тогда. И Мабуша уже не надо. Что-то другое может. И сказал Элаим, «Вот знак союза, который я даю между мной и между вами, между всякой душой живой, которая с вами на вечное поколение. Радугу мою дал я в облаке, будет знаком союза между мной и между землей». Юрг, это как бы… Как бы сказать, это между мной и землей, но тем не менее это позитивно. это слово «кешет», выворите, обозначают и радугу, и лук. И вот этот вот божественный символ, этот кешет, радуг, он направлен в эпуклую сторону вверх, то есть на землю уже его направить невозможно. оптимистично. И вот несколько интересных комментариев на это все. «Большое удивление вызывает связь радуга с обещанием Всевышнего больше не наводить потопа на всю землю. И многие комментаторы ищут в радуге ее краски, форме и сущности что-либо способное исполнить функцию знака Божественного Союза. Яркий образец этого в комментарии Рамбана на Махмане. Вот знак Союза. Некоторые говорят о смысле этого знака, что радуга никогда не бывает обращена выпуклой стороной вниз, как мы только что говорили. И потому не может показаться будто она лук, из которого с небес стреляют по земле. Наоборот, Всевышний придал ей противоположную форму, чтобы показать, что с небес больше не будут поражать землю, подобно тому, как во время битвы сражающих поворачивает лук, обращая его выпуклой стороной к себе, когда призывают противника к миру. И еще на радуге, в отличие от лука, нет тетевы, чтобы управлять на ней стрелы. Тем не менее, самого Рамбана это объяснение не удовлетворяет, он предлагает другое, свое собственное. А если вы спросите, что у радуги такого, что она была знаком Союза, мы находим то, что знаком называется любая заметная вещь, которую люди, заключающие между собой любое соглашение, то есть Союз, ставят перед собой, чтобы она напоминала им об этих обязательствах. Значит, когда чуть дальше мы увидим, что Авраам заключается Союз, свидетелей призывают, свидетель этот холм, и обелиск этот свидетель, потому что всем этих овес возьмешь, то у меня как вручательство. Я в обрезании сказан, иногда будет это знаком Союза, имеешь в виду, мною и вам. Все потомки Авраама будут совершать себе обрезание, а знак обрезательства сообщать, сложить все ручки. То есть, таким образом, радуга не более, чем заметный знак, больше ничего. Ну, как вы помните, еще машина призывалась великими неба. Радуги мы дошли. И будет, когда наведу я облако на землю, покажется радуга в облаке. И вспомню я союз мой, который между мной, между вами, между всякой душой живой, во всякой плоти, и не будет более воды потопом, погубить всякой плоти. И будет радуга в облаке, увижу ее, чтобы вспомнить все свечи между лоими, между всякой душой живой, во всякой плоти, которая на земле. И сказала Элоим Новоху, вот знак союза, который установила между мной, между всякой плоти, которая на земле. И были сыновья Новоха, вышедшие из Ковчика, Шемехам, и Ефет, а Хам, он отец Кноана. Это внук Новоха. Эти трое сыновей Новоха, из этих распространилась вся земля. И начал Новох муж земли и посадил виноград. И выпил от вина, и опьянил, и обнажился последний шатра своего. Здесь очень много этих комментариев. Во-первых, Новох муж земли. Здесь его уже падение происходит. пища Адама. Человек земли, здесь уже у нас. То есть от человека, который ходил в селои, то до человека мужа земли. Во-вторых, посадил он виноградник и выпил и выпил от вино. Здесь как бы должны какие-то промежуточные вещи. Посадил виноградник, подождал, пока созреет виноград, снял урожай, выдавил сок, сок сбродил, и потом выпил. А здесь посадил виноградник и выпил вино. Ну, здесь есть такое объяснение, что, как вы помните, мы о беременности и родах разговаривали в Эденском саду, что они были не такие, как потом. Они продолжались мало и были безболезненны. Якобы также в Эденском саду был виноград, в виноградинах которого он первонзрел за один день, и в виноградинах которого сразу была дина. Это был виноград был непростой, а виноград из Эденского сада, который вот так попал кнох, а потом попал листок причаливания ковчега. Вот так я рассказываю медруже сейчас, здесь ничего нет вообще. И выпил от вина, опьянил и обнажился посреди шатра своего. И увидел хам отец кнаана и рву отца своего и сказал двум братьям своим снаружи. Взял шем и еф от одежды, подлежили на плечо оба, вошли за и прикрыли рву отца своего, лица их назад и рву отца своего не увидеть. И пробудился нох от вина своего и знал, что сделал ему сын его младше. И сказал проклят нам, рабов будет братьям братьям Здесь очень загадочная вещь. Правильно? Здесь понять внук просто невозможно. Что случилось? Почему такая реакция? Тот же вопрос зачем был потоп? Зачем людей выгонять? Зачем это все? Что случилось? Где была его жена во всей этой истории? Ну с женой впрочем всего здесь по логике вещей в шатре своем он жил в одном шатре с мамой детей и они вдвоем употребили вина. То есть она с нохом что-то сынок его сделал а мама спала. Жизненный урок никогда не надо наживаться вместе с женой на потолке. Один должен стереть что происходит когда двое напиваются. Происходит страшная игра. В общем что сделал хам ноха мы до конца не знаем. Он сделал что-то ужасное. Есть объяснение такое что он очень не хотел чтобы у них были еще дети у ноха и его мам. И поэтому что-то сделал с детородным аппаратом своего папы вот этого РВО чтобы у него не было детей. почему именно к нам проклят? Ну видимо в этих рассуждениях хама и действиях хама к нам принял какую-то роль большую или за него это было или сам он это подговорил. В общем непонятно проклят не хам проклят не хам несмотря на то что сделал хам проклят к нам рабом будет братьем судьи. И сказал благословим Ашем Илоим Шем и будет к нам рабом. И расширит Илоим Ефет и поселится в Шатрах Шем и будет к нам рабом. Шем это один из потомков Ноха от которого происходят семейские народы. Грубо говоря евреи это потомки Шем. То есть Шем Эвер и евреи есть такое толкование что это потомки Шем Сима как это часто переводится у крестьян Сим Игнац А Яфет это другие народы судя потому что расширит Илоим Ефет и поселится в Шатрах Шем когда-нибудь народы признают правоту евреи грубо говоря небольшой момент ну факт то что к нам будет рабом и тому и тому и тому и было среди Ноха 900 лет и 50 лет и ума это родословно сыновей Ноха Шем Хан и Яфет и родились у них сыновья после потомки сыновья Яфет Гомер и Маго и Мада и Яван и Туваль и Мэщих и Терас Но из всех мы узнаем только Яван это еврейское название Греции И сыновья Гомера Ашкенас Ирифат и Тогарма Ашкенас это Германия И сыновья Явана Элиша и Таршиш Китин и Доданил От этих разделились острова народов по странам их муж по языку своему по семейству их по народам это так что видимо ефетические народы мы узнали только Грецию и Германию но это по крайней мере я вас знал И сыновья хам Кушай Мицраем и Пут и Кна Мицраем мы понимаем по Египет и Кна и Сыновья и Сыновья Куша Куша это эфиот и Нинвэ и Рехавод Ир и Кала и Ресен между Нинвэ и Междукал и Решавод и Решавод мы увидим у него отца всех сыновей Эвера старшего брата Яфта сыновья Ирлама и Ашура и Эр-Пахшат и Лут и Арам и Сыновья Арама Уц и Хуль и Гетер и Маш Ир-Пахшат родил Шеллаха Шеллах родил Эбра а у Эбра родилось два сына имя одного Пелех потому что в него раскололась земля и имя брата его Ектан Ектар родил Альмадада и Шелеф и Цармега и Араха и Адарага и Узали и Дикну и Аваля Маэля и Шелла и Афира и Хабила и Иван и все эти сыновья Ир-Пахшат И было место их поселения от Мыша по дороге из Фак горы восточной сыновья Шеллах и Семестных по языкам и по странам по народу Это место сыновей Ноха подросло по народу этих разделений с народом на земле после потопа Так Мы сейчас быстро заканчиваем историю еще одной важной это вот историю на экране Вавилонской Баш И была типа Асфальт И сказали Давайте построим нам город и башню и голова ее в небесах и сделаем себе имя чтобы мы не расселись по лицу всей земли Ну в общем опять технологический прогресс использован в неправильных целях Вот вы сделали такое большое открытие сделали кирпичи начали строить построить простое доступное железо все хорошо живут Давайте башню запасаем чтобы сделать себе головой в небесу И зашел Ашам посмотреть город и башню которую строили если не отдам Он сказал Ашам Вот народ один речь И что и это начали делать А сейчас не будет для них недостижимо все что задумали сделать Давайте спустимся и смешаем там речи чтобы не услышал муж речь ближнего своего И рассел Ашам оттуда по лицу всей земли перестали строить город Поэтому назвал имя его Павль потому что там смешала Ашам речь всей земли оттуда Ашам по лицу всей земли Вот это вот интересная история Что случилось собственно говоря такое впечатление что Ашам испугался людей которые строили башню и решил им помешать достигнуть своих целей И это же не может быть такого Ашам просто так ради справедливости наш образец во всем мы должны ходить путями Ашам Вдруг Ашам испугался какой-то башней из кирпичей и давай это самое им мешать Ашам просто не может быть в лук просто это не берем Здесь очень много ведрашей которые нам объясняют что случилось на самом деле во первых это был своего рода первобытный коммунизм все работали во славу того чтобы построить башню чтобы сделать себе все не они хотели поклоняться сами себе какие они крутые вот они забацали башню судя по медражам ценность жизни человека в этой системе не составляла ничего потому что есть такая известная медра что дороги наверх когда несли кирпичи наверх если падал кирпич и садились и плакали кирпич упал кто теперь новый принесет сколько это займет время когда падал человек кирпичи есть то есть это своего рода была антирелигия получалась в которую были втянуты все люди по причине того что язык был у всех общим и это был еще один способ испортить весь задумку о чем портили непослушанием портили убийством портили развратом портили всем чем угодно теперь решили испортить что сделаем атеизм и запасываем себе бог почему это бог от кирпичей кончилось как всегда слезами кстати заметьте что наказание смерти не было для строителей башни поколения башни отсюда делаем вывод что грех против людей более страшный в глазах бога чем против я не побоюсь это еще раз повторю за разврат и за разбой за разбой за разбой за хамаз все были уничтожены а здесь им просто смешали языки намного более мягко поступили со строителями башни чем другие здесь еще можно сказать что это уже было после набуля и уже такого влияния на природу люди не оказывали так они оказывали друг на друг пришлось это поправлять и рассерлили оттуда по лицу всей земли и перестали строить ну дальше идет у нас родословная шема шем был 100 лет и родила арпахшата через 2 года после потока и жил шем после того как родила арпахшата 500 лет родился новей дочери арпахшат жил 5 и 30 лет родил шемах жил арпахшат после того как родил шемаха 3 года и 400 лет родился новей дочери шемах жил 13 лет родил эвера жил шемах после того как родил эвера 3 года и 400 лет родился новей дочери эвер жил 4 30 лет родил пелега жил эвер после того как родил пелега 30 лет Реву 9 лет и 10 лет, родился на 2 дочерей. Жил Реву 2 и 30 лет, родил сруга. Жил Реву после того, как родил сруга 7 лет и 200 лет, родился на 2 дочерей. Жил сруг 30 лет и родил Нахора. Так, ну, мы подходим к сути всей этой перечисления. И жил сруг после того, как родил Нахора 200 лет, родился на 2 дочерей. Жил Нахор 9 и 20 лет, родил Тераха. Я жил в Нахар, после того, как родил Тереха 19 лет, и 100 лет родился новей дочери. Я жил в Терех 70 лет, 70 лет и родил. Кто родил Терех? Авраама, Нахора и Арана. Авраама, извините, я немножко тайно выгодил. Авраама, Нахора и Арана. Это родословная Тереха. Терех родил Авраама, Нахора и Арана, а Аран родил Лота, племянника, соответственно, Авраама. И умер Аран перед лицом Тереха отца своего в стране рождения его в Урказди. Взял Авраам и Нахор себе жен, и на жены Авраама сарай, а на жены Нахора века дочь Арана отца Амельки и отца Иски. Ну, здесь, значит, вот это вот один посуд интересный. И умер Аран перед лицом Тереха отца своего в стране рождения его в Урказди. Ну, здесь насчет этой вот огненной печи, которую кидали Авраама Молодого, отца его умертега. Ну, мы, наверное, последующий раз уже захватим, когда передали главе Лех-Леха, который, собственно говоря, уже рассказывается история Авраама Абита, еще Авраама. Авраама бен Терех. Мы отсюда запомнили, что у него было два брата, Нахора и Аран, да? И что у одного из братьев был сын Лот. Лот бен Аран. Мы с ними еще встретимся. В следующей главе. Ну, вот, наверное, на этом мы будем заканчивать. Лову ног. Спасибо, что позвонил.